Очень много людей, которые... Какая интересная птица. Они говорят вам быть собой. В универе у меня был знакомый, о котором говорили, что он грубый. Другие говорили, что он неотёсанный. Другие прямо говорили, что он тупой. Я сам считал его придурком. Помню, в один день мы пошли в местный бар. Одна девушка села на его место. Я помню, он посмотрел на неё, посмотрел на нас и, улыбаясь, сказал ей, «Ты, тупая курица, убирайся с моего места». Самое смешное в этой истории, что он был пьяный, а у неё чёрный пояс, поэтому она надрыла ему задницу. Будучи его другом, я просто смотрел, смеялся и следил за тем, чтобы его пиво не пролилось. А всякие гуру говорят, просто будь собой. Я рад, что Мэтт не получал такого совета. Ну или он им не воспользовался, потому что Мэтт прокачал себя. После университета он развил социальные навыки, он завёл много друзей, женился, у него теперь есть семья, он стал успешным консультантом. Я могу сказать, что всё произошло, потому что он не оставался просто собой. И это первая проблема, которая у меня возникает с людьми, которые говорят, что они те, кто есть. Очень часто это просто отговорка, чтобы они ничего не меняли в себе, не отказывались от плохих привычек. Давайте взглянем правде в глаза, что привычки очень сложно менять. И если вы глумный, или неприятный, или грубый, вы просто говорите первое, что пришло вам в голову, вы легко выходите из себя. Всё это проще свалить на эмоции, чем взглянуть на всё со стороны и разобраться, из-за чего вы злитесь. Как можно это изменить? Многие скажут, Антонио, я не могу контролировать свои эмоции, у меня депрессия, я огорчён, у меня фрустрация, я злоблен. Я жертву своего прошлого, столько всего плохого произошло со мной, нет шансов что-то исправить. Вот что я скажу, почитайте про индивидуальную психологию Адлера. Думаю, это снесёт вам крышу. Он такой же крутой, как и Фрейд, просто к нему нет такого большого интереса. Но он рассказывает о нашей возможности измениться, и что у нас есть для этого все ресурсы. И если посмотреть на успешных людей, забавный факт, что почти все они всего добились сами, но только успешные берут на себя ответственность за это. И если об этом подумать, то, оглянувшись, можно увидеть кучу примеров и возможностей, как можно вырасти. Поэтому быть собой – это слишком простой путь для многих людей, потому что не надо ничего менять. Можно просто оставаться на месте, где вам сказали быть, вместо того, чтобы сорваться и понять, что у вас есть большой потенциал и амбиции для того, чтобы начать что-то менять. Даже если говорить обо мне, я вырос в трейлерном парке, мои родители были разведены, они были курильщиками, мы плохо питались. Все это, можно сказать, было против меня. У меня мексиканское имя, я рос в той зоне, где это не особо приветствовалось. Меня удали в школу для слаборазвитых. И все равно ты находишь пути для преодоления. Вот вам мой пример. И многие другие, с кем я общался, они преодолели препятствия, которые, в принципе, сделали нас теми, кто мы есть. Поэтому не бойтесь смотреть на свет. Не стоит быть тем, кто боится. Знаете, как дети, которые боятся темноты. Так вот, не будьте взрослым, который боится света, боится стать тем мужчиной, которым он хочет быть. Другая проблема, которая у меня есть с тем, чтобы быть собой, это подразумевает под собой нечто неизменное. Вот цитата Кирки Гора. Человек – это синтез между бесконечным и конечным, временным и бессмертным, свободой и нуждой. Так что, если рассмотреть, человек – это еще не личность. Что это значит, согласно Лейману? Это означает то, что мы постоянно находим себя. Мы постоянно себя оцениваем. Мы как две части. Те, кто мы есть, и те, кем мы хотим стать. Ты можешь развивать себя и стать ближе, или наоборот, откатиться. Суть в том, что наша личность никогда не стоит на одном месте. И давайте начистоту. Многие говорят вам быть собой не потому, что они хотят с тобой поговорить или замотивировать, что тебе надо быть собой. Они говорят это, потому что они не хотят быть с вами искренними. Они замечают те области, в которых вы можете стать лучше, и как вы можете стать лучше. Что вы можете сделать, чтобы получить эту работу. Как найти человека, который может вам помочь. Но они не хотят говорить вам правду. И это неплохо. Нам, людям, надо иногда говорить неправду. Так устроено общество. Если вы начнете всем говорить правду матку в лицо, что ваша жена поправилась, или что ваша мама плохо готовит, если вы всегда будете говорить правду, то, пожалуй, не всегда получится построить хорошие отношения. Поэтому они, наверное, хотят сохранить с вами отношения. Они вас любят и проявляют заботу. Поэтому, наверное, не стоит обращаться к таким людям за советом. Поэтому, если человек реально хочет стать лучше, тогда им стоит задавать вопросы, которые бы привели к искренним ответам. Ну, или пообщаться с кем-то, кто будет с вами строгим, и прямо в лицо скажет, что происходит. Потому что, если вы хотите понять, почему никто не приходит на свидание, или почему у вас нет долговременных отношений вместо кучи свиданий за последний год, вы получите открытые ответы, если вы будете готовы к ним. Главный вопрос, который надо задать себе, знаешь ли ты, кто ты есть? Да, я знаю, как меня зовут, я Антонио Сантенна. Но знаешь ли ты, чего ты хочешь добиться в жизни? К чему ты стремишься? Почему ты идешь в этом направлении? На какую стену ты забираешься? И что ты будешь делать, когда на нее попадешь? И это очень трудно, потому что никто за вас не может это сделать. Да, мы хотим сбросить с себя много дел, нанять помощника, или жена вам помогает, или партнер. Нет, это не так. Когда дело касается этого, то мужчина сам должен принять ответственность за себя, сесть и подумать. Но многие постоянно отвлекаются. Когда был последний раз, когда вы выделили себе 10 минут, чтобы посидеть и подумать без отвлечений на телефон, компьютер, или книгу, или на такие видео? Сделайте это. Если вы не пробовали медитировать, если вы не пробовали найти покой, погулять на природе, или просто позволить своему разуму думать, что по-настоящему сделает вас счастливым, зачем вы делаете все эти взносы за машину, нужна ли мне такая дорогая быстрая машина, или такой большой быстрый дом? Быстрый дом. Счастлив ли я рядом с этими людьми, или должны ли они делать меня счастливым? Счастлив ли я от своей работы, и от того, чем я занимаюсь по жизни? Но если вы не можете сказать кому-то, чтобы он просто был собой, то что же стоит говорить людям? Как насчет быть оригинальным делом и осознанный выбор того, кем ты хочешь быть?